Вы знаете, друзья, что мы, люди на земле, верующие, неверующие, богатые, бедные, образованные и не очень, мы все равно встречаемся и живем с болью. У каждого есть разные объяснения, возможно, претензии к людям, к Богу, без разницы. Но почему Бог допускает боль, этот вопрос преследует верующих людей. Я хотел бы одну книгу вам показать, я ее прочитал, называется «Почему? Где Бог, когда я страдаю?». Она также есть на английском языке «Where is God when it hurts?». Я ее читал, и, возможно, она для кого-то будет благословением. Там говорится о роли Бога, когда человек проходит боль, страдание. И, изучая Библию, мы, как верующие люди, мы понимаем, что причина всех бед, болезней, зла – это грехопадение. Или же на библейском языке еще есть такое слово «тление». Боль у всех у нас разная. Она у всех есть, только в разной степени. У кого-то это боль за детей, у кого-то это боль физическая, у кого-то это боль из-за плохих отношений в семье, у кого-то это смерть недавно любимых людей, у кого-то это инвалидность и так далее. У каждого есть разная боль. Не обязательно физическая, она может быть душевная, эмоциональная, но она очень тяжелая. Не знаю, это хорошо или плохо, я заметил, что люди научились очень хорошо боль скрывать. Как вам кажется, это хорошо или плохо? Неверующие люди, которые не знают Бога, они заглушают боль алкоголем, медициной, антидепрессантами, наркотиками. Но я в своей жизни нашел пример верующего человека, который также прожил почти всю жизнь с болью. 2 Коринфянам 12 глава 7 стиха описана история апостола Павла. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, чтобы я не превозносился, по-другому, чтобы я не гордился, да на мне жало вплоть. Трижды молил я Господа о том, чтобы Он удалил это от меня, но Господь сказал, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Известное местописание, вывод простой. Человек, который описан здесь, это большой библейский герой, которого очень употреблял Бог, и он страдал, он жил с болью, и он Бога просил об исцелении. Он просил Бога неоднократно, просил три раза. Божий ответ – благодати достаточно. То есть Бог не изменил его обстоятельства, Бог не удалил это жало, вот это страдание, через которое он проходил. Что же это такое за лекарство – благодать? Есть, когда Бог избавляет, исцеляет, меняет обстоятельства. Мы верим в такого Бога, но есть и ситуации, когда Бог и допускает какие-то ситуации в нашу жизнь. Если у тебя боль, один из библейских вариантов ответов – укрепляйся благодатью. Подтверждение этой мысли написано в Писании 2 Тимофея 2.1 «Итак, сын мой, укрепляйся в благодати Христом Иисусом». «Итак, человек, который страдал, просил Бога убрать эти страдания, ему трудно было жить с этой болью, Бог говорит – благодати моей достаточно. В подтверждении этой мысли сегодня для нас написано «Укрепляйся благодатью». Если ты переживаешь любого рода боль, и, наверное, у вас мысль звучит духовно, но как это работает на практике? И вот сегодня мы с вами и поговорим, «Как укрепляться благодатью практически». Первый пункт, что мы с вами прошли в первой части, чтобы укрепляться практически, next slide – это значит понять значение и действие благодати. Вообще, благодать – это слово, которое употребляется в Писании очень много раз. Если вы наблюдаете за посланиями апостола Павла, он начинает часто послание и вставляет туда это слово – благодать, которое для многих из нас не всегда понятно, не всегда мы даже понимаем его значение, но часто о нем слышим. Этот же апостол Павел заканчивает многие послания и также повторяет, снова говорит, чтобы с вами пребывала Божья благодать. Начинает с благодати, заканчивает благодатью, проповедует о благодати. В середине, везде это слово – благодать. И снова звучит духовно, но не всегда понятно. Духовно, но не всегда помогает. Насколько мы этим пользуемся в нашей жизни на практике, давайте в этом попробуем разобраться. Итак, чтобы укрепляться благодатью, чтобы эта благодать облегчала наши страдания, независимо физические или душевные, Писание предлагает «укрепляйся». Что же такое благодать? Итак, определение у вас на экране. Быстро повторим то, что мы изучали в прошлый раз. Благодать – это дар добра, это Божье благоволение к человеку. Благодать – благое даяние или незаслуженная милость. Дар Божий для человека, подаваемый исключительно по милости Господа, без всяких заслуг со стороны человека. Но благодать – это не только божественная милость или Божий дар, добра, незаслуженный. Благодать – это также божественная сила. Эта сила – это сверхъестественное духовное влияние, которое помогает людям, верующим, проходить трудности. Эта же сила изменяет людей, преображая нас в образ Христа. Писание призывает всех верующих меняться в характере, усовершенствоваться, улучшаться. И это невозможно. Без действия Божьей благодати. Сколько ты бы ни обещал, ни клялся, что больше не буду, сам человек не способен. Не способен изменить свои мозги, привычки. Это только благодаря Божьему воздействию на человека. Вот почему верующие люди, которые раньше были криминалами, неверующему человеку трудно объяснить этот феномен. Как это он? Раньше был воровал, убивал, теперь он проповедует о Иисусе Христе. Таким был апостол Павел. И сегодня есть такие люди тоже. Поэтому, друзья, важно понимать предназначение благодати или цели благодати. Следующий слайд. Три предназначения. Благодать, предназначение спасения. Написано в Писании, что благодатью вы, мы спасены. Представьте себе, вот эта благодать, такая штучка, которая не совсем понятная, благодаря ей люди спасаются. То есть, благодаря ей люди меняют мышление, меняют стиль жизни, меняют приоритеты. Благодаря ей, вот этому влиянию, люди перестают грешить умышленно. Отказываются жить в греховном стиле жизни регулярно. И благодаря этому люди имеют право на вечную жизнь. Представьте себе, какая глубина сокрыта вот в этом слове благодать. Написано, благодатью вы спасены. Спасение невозможно без Иисуса Христа. Да, поэтому благодать равно Христос. Grace equals Jesus Christ. Итак, первое предназначение благодати или цель – это спасение. Второе предназначение благодати – это освящение или духовный рост. Человек не может расти духовно. Человек не может преображаться, меняться без действия благодати. Если мы сегодня это понимаем, нам, по идее, должно стать легче. Что должно быть, да, наше согласие, наша ответственность, наше участие, но большую роль именно перемен внутри человека – это действия Божьей благодати. Это должно нас вдохновлять. Если ты знаешь, что ты не изменился уже за столько лет, и ты знаешь, что ты сам себя изменить не можешь, хотя тебе уже об этом сказала твоя жена, твои соседи, ты сам знаешь, что ты во многих вещах неправ, ты не можешь сам себя поменять, то если мы поймем, научимся, поверим, что действие Божьей благодати может нас менять, это должно нас вдохновлять. И третье действие Божьей благодати, предназначение этого, оно нас утешает. Оно помогает проходить трудности. Именно во время боли и скорби, вот почему было написано апостолу Павлу, да, у тебя есть жало, то есть что-то тебе болит, есть скорбь, боль, но моей благодати достаточно. То есть это действие внутри, работа Духа Святого, внутри верующего человека, который придает ему силы проходить разного рода трудности. И написано в Писании, что Бог никогда сверх сил людям не пошлет испытаний или страданий. Это же, конечно, работа Духа Святого, но это тоже, тоже проявление или действие благодати. Итак, благодать – это наделение нашего Духа силой делать все и проходить все, что совпадает с волей Божьей. Это важная мысль. Проходить все, вынести все и делать все, что совпадает с волей Божьей, даже если это сверх твоих человеческих сил. Вот почему это называется благодать. Это сверх твоих сил. Это божественная сила, которой человек наделяется. 2 Тимофея 2.1 написано, «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Другой перевод. «Итак, черпай силы в Божьей доброте». И дальше, как ее получить на практике? Она дается нам в единении с Христом Иисусом, в общении с Христом Иисусом. Когда ты проводишь время с Богом один на один. Это не дежурная молитва на лету, на ходу, в машине, хотя иногда я тоже молюсь в машине. Но когда ты с Ним вот наедине, качественно, умышленно проводишь время. Оттуда бери силы. Заметьте, что это связано с Христом Иисусом. «Укрепляйся в благодати Христом Иисусом». По-английски написано, «Be strong in grace that is in Jesus Christ» «В Христе Иисусе». Да, друзья. Спасительная благодать всегда сопровождается духовным укреплением верующего. Это божественная сила. Это служение Святого Духа внутри нас. Неважно, через какие испытания нам приходится проходить. Этого будет достаточно. Итак, первый пункт. Как укрепляться благодатью на практике? Это понять, осознать важность и действия благодати в нашей жизни. Второй пункт. Это признать свою беспомощность. Как укрепляться благодатью? Это признать свою беспомощность или зависимость от Бога. Помните, мы с вами читали 2 Коринфянам 12,9. «Ибо сила моя совершается в немощи». То есть сила Божья проявляется в людях, которые немощные. Люди не значит, что они такие хлюпики, бесхребетные. Но имеется в виду, что в своих страданиях независимо эмоционально или физически они демонстрируют правильную христианскую реакцию. Благодаря Богу, который помогает им это делать. Поэтому многим верующим, несмотря на то, что мы вроде бы признаем, что Бог над всем, Бог все контролирует. Мы все равно в своей жизни очень много надеемся на себя. Намного больше, чем вы себе думаете. Мы на себя очень много надеемся. Очень много. На наши связи, на наш банк, на деньги, на опыт, на знания, на многие другие вещи. И чем больше человек осознает, насколько он ничто без Бога, чем больше Божья сила укрепляет его и будет действовать в его жизни. Чем больше человек это осознает. И, кстати, апостол Павел подтверждает эту мысль. Он очень много пишет о своих слабостях. Люди мало рассказывают о своих слабостях. Апостол Павел, пример, рассказывает о своих слабостях. Пишет о своих болях, о всем, что он пережил, где он страдал, как его предавали, какую ему боль причиняли свои. Это, кажется, самая большая боль, когда свои тебя ранят. И мы должны, друзья, опустошить себя, прежде чем Бог сможет наполнить нас. Мы должны отвергнуть себя, прежде чем Божья сила сможет действовать в нас. Итак, мы с вами сделали небольшой обзор первой части. Как жить с болью, как укрепляться благодатью на практике? Два пункта. Сейчас мы переходим ко второй части. И третий пункт. Как укрепляться благодатью? Это питаться его словом. Евреям, 13 глава, 9 стих. Написано. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получил пользы занимающиеся ими. Заметьте, здесь написано снова о благодати. Снова написано об укреплении. Вопрос, как укреплять сердце. Это не имеется в виду сердце, которое ты ходишь в спортзал, и, вы знаете, там нужно, когда мышца сердца качается, она как-то укрепляется. Это физическая сторона. Здесь говорится об укреплении внутреннего человека душевно, духовно, эмоционально, морально. Укрепление, то есть внутреннее состояние человека. И здесь, чтобы это сделать, Писание указывает на конкретный метод. Если ты в это веришь, то написано, благодаря чему-то, благодаря благодати, ты можешь укреплять свое сердце. Это тебе поможет в твоей жизни. Благодать имеет способность тебя внутри укреплять. И, как мы с вами прочитали, третий пункт, укрепляйся благодатью, вы знаете, что, возможно, когда вы услышали вот этот практический метод под пунктом номер три, «питайся словом», звучит очень банально, для верующих очень известно, даже не очень интересно и кажется, ну, заезженная такая, кажется, метод, который не сильно вдохновляет некоторых. Я вам скажу вот что, друзья. Когда человек живет с болью физически, ему говорят, вот возьми Эдвил, тебе это поможет. Он взял, а ему это не помогло. И он такой говорит, ха-ха, я так и знал, что не поможет. Что он будет делать, если у него болит? Он будет пробовать айбопрофин, он будет пробовать третье. Когда у него болит, он будет пробовать разные методы для того, чтобы свою боль как-то исцелить или облегчить. Если у тебя сегодня болит душа и сердце, хоть для тебя вот эту Библию, читай, звучит как Эдвилл, правда? Ну, nothing special. Но поверь, что на основании Писания это то, что может укреплять именно твое сердце. А сердце твое, во-первых, мало кто видит, мало кто понимает и мало кто может укрепить. Физически это одна сторона. Я говорю за эмоциональную, моральную, душевную, духовные вот эти сердечные раны. И Писание говорит, что именно благодатью можно укреплять сердца. Теперь следующий вопрос, очень логичный. Как же благодатью укреплять сердца? Что нужно делать на практике? Как, где благодать так взял, раз, съел и укрепил? И здесь, друзья, нам надо посмотреть контекст. Смотрим на это местописание, которое мы прочитали. И здесь написано, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Какой контекст? Учение. Писание. Информация. Есть информация хорошая, есть плохая. Есть то, что укрепляет, есть то, что разрушает. Есть учение правильное, есть лжеучение. Есть учение Христова, за которым мы следуем, а есть подделка. Всегда есть фейк, всегда есть что-то такое приблизительно похожее, похожее, но это не то, неправильное. Вот учениями различными, они могут быть даже и духовными казаться, и кажутся, на первый взгляд, и безобидные, но на самом деле, это есть неправильное учение, чуждое, так называют это Писание. Евреи, они много спорили о том, что можно кушать, что нельзя, в какие праздники нужно соблюдать, какие нет. Там вот написано, не зря, не надо спорить там, о яствах там, об этом евреи много спорили, и апостол Павел им пишет, наставление, и говорит им о том, что есть вещи, от которых нету пользы, нету пользы. Но, когда ты укрепляешься благодатью, в этом есть польза, и в первую очередь для тебя. Самое интересное, что апостол Павел дает им методы, от которых он сам бенефитов, пользы не получает. Он им советует, это тебе нужно, это тебе важно, это тебе поможет. В этом есть польза. Итак, дальше возвращаемся снова. Контекст «держись слова», «держись здравого учения», учение Христа, оно всегда вселяет надежду. Вот раньше, люди, которые жили до Нового Завета, раньше, помните, люди жили по закону, и люди никогда не могли исполнить все правила, никогда не могли исполнить весь закон. Всегда было вот это чувство вины, которое давило, раздавливало людей. У них не хватало дерзновения, веры, приходить к Богу, они всегда чувствовали себя недостойными. Сегодня люди, которые понимают значение благодати, это всегда вселяет надежду. Ты полностью недостоин, полностью недостоин. Сколько раз вспомните, ваши дети недостойны вашей милости. Иногда вы на них орете, срываемся, иногда мы их наказываем, иногда мы на них кричим, иногда мы, кажется, ну уже столько они, нервов из нас высосали, высосали, и мы все равно их, все равно, все равно покрываем, прощаем, любим. Человек приходит со стороны, сосед, и думает, да я бы твоего сына, я бы его так выпорол, не знаю, ну так бы его воспитал. А все, что ему хочется посвятовать, возьми своего, воспитай. Но своего так воспитывать не будешь, потому что любишь, понимаешь? Вот это вот взгляд любви Бога на людей, которые столько раз проваливали, столько раз уже, кажется, их, ну, вот это действие благодати, оно вселяет, Господь, ну ты такой классный, ты такой добрый, ты так, ты, а мы других людей, мы их готовы истязать, готовы их угнетать, готовы их ненавидеть. Так подожди, стой, релакс. Эй, так ты, ты что же, не лучше. Тебя же Бог очень много милует. И несмотря, что у тебя не получается, Бог тут как бы, как твой помощник, чтобы тебе преображаться и становиться лучше. Это, друзья, вот знаете, когда человек идет в спортзал, есть его часть, его ответственность, он должен прийти в спортзал, ему надо встать, ему нужно попотеть, ему нужно позаниматься, приложить усилия. А как растут мышцы? Как растут мышцы? Человек нажал на нос, раз, и мышцы выросли. Нет, он ничего не может нажать, никакой кнопки нету, чтобы выросли мышцы. Должна быть только его ответственность, он должен прийти в спортзал, приложить усилия, поверить, что это ему поможет. А дальше, это действие Божьей благодати. Это Бог так придумал, вложил принципы, что если человек будет делать свою часть, Бог сделает свою часть, невидимую. Человек не понимает, как эти мышцы растут, как эти мышцы рвутся, как эти клетки умножаются. Это приблизительный процесс, вот как люди могут изменяться. Ты сделаешь свою часть. Я виноват, я Бог, без тебя ничто, я без тебя не могу стать лучше, но я выбираю, ты мне нужен, я прихожу к тебе, и вот дальше действие благодати. Смотришь, человек становится покойнее, разговаривает нормально. Ты думаешь, ну как это, ну как это случилось, ну где тебе нажали, на какую кнопку? Вот влияние, влияние, трансформация происходит внутри. Друзья, я думаю, что большинство верующих людей, дай бы Бог, что я был неправ, они не знают, как пользоваться благодатью, не умеют пользоваться. И моя молитва сегодня, друзья, моя, чем больше я изучаю это, чем больше я молюсь, Господи, научи меня укрепляться благодатью. Столько лет верующий, столько лет хожу в церковь, с одной стороны, это да, глубокие истины. Вот почему моя молитва, надеюсь, и ваша, Господи, научи меня укрепляться этой благодатью. Возвращаемся к нашему тексту. Итак, учениями не увлекайся, а благодатью укрепляйся. Значит, контекст идет об учении, то есть об Слове Божьем. Чистое, правильное Слово Божье, это может тебя укреплять. То есть, информация есть, которая может на тебя положительно влиять. А сегодня, друзья, есть много информации, которая нас разрушает, не укрепляет, убивает, подавляет, парализует, втягивает в конфликты, в ссоры, лишает полностью мира. Вот почему написано, есть информация, есть месседж, который может тебя укреплять, а есть и другой, который будет тебя разрушать. Вы знаете, друзья, что человек, если он не будет питаться Библией, он будет по-любому питаться чем-то другим. Вы скажете, я не согласен. А тут нет разницы, согласен ты или нет, человек не может жить без питания. Вы с этим согласны? Без питания человек не может жить, физически скажем, ему надо все равно кушать. Или чипсы, или чизкейки, или стейки, ему нужно все равно что-то, или фрукты, салат, нужно что-то кушать. По-любому, без этого он не может. Точно так же, друзья, мы себя питаем, где-то на уровне нашего духа, свой питаем. Питаем свой дух. Если мы себя не питаем Библией, а боль есть, мы эту боль иногда пытаемся приглушить или притупить. И иногда мы питаемся фейсбуком, инстаграмом, фильмами, новостями. Мы по-любому чем-то питаемся. Вы скажете, ну, а я этим не страдаю. Тогда ты питаешься работой, возможно. It fuels you. Это то, что тебя, it drives you. Понимаешь, вот чем-то тебя вот, что-то тебя питает, все равно, чем-то ты движим. А у меня еще есть один такой фокус. А что, если вас закрыть в тюрьме? Без ютуба, без инстаграма, без работы. А чем вы там будете питаться? Как вы думаете? Мыслями. По-любому человек чем-то питается. Вопрос, какими? Вот почему написано, обновляй свой разум. Это в Писании написано, что человек верующий, он должен постоянно заниматься обновлением своего ума. Вообще, в Библии очень много написано о мыслях. Поэтому человек по-любому чем-то питается. По-любому. Если не Библия, чем-то другим. И вопрос, это его или укрепляет, или ослабляет. И иногда этим питанием, как я сказал, человек пытается игнорировать боль, притуплять боль. Но смотрите, апостол Павел в его примере, несмотря на его страдания, на боль, когда он укреплялся благодатью, этот человек, проходя боль и страдания, мог служить большим благословением для многих. Если человек благодатью не укрепляется, но все равно с болью живет. Все равно с болью живет. Тогда получается обратный эффект. Он, как минимум, ни для кого не является благословением. Сам, сам внутри гниет, сам от этого страдает. Он не способен. Только укрепление Божьей благодати не только дает тебе утешение, а ты еще и для других можешь быть благословением. Большая разница. Хотя и тот, и тот с болью. Вот как важно людям укрепляться укрепляться именно благодатью. Друзья, укрепляться благодатью это значит вот питаться этим Словом, Словом Божьим. Вот почему, друзья, духовные люди, они переносят трудности и скорби без паники. Встречали в жизни таких людей? Духовных, которых вы знаете, живыми, своими глазами видели, но когда шторм и трудности, у них нету паники. У них вот что-то другое, вот ты не знаешь, как это объяснить, как назвать, но у них это есть. Деяние 20, 32 написано, «А ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати». Снова благодать, снова Слово, «Могущему назидать вас и более дать вам наследие со всеми освященными». Новый перевод. «Веряю вас Богу и Слову Его благодати, которая может», вместе читаем громко, «укрепить вас». Снова идет речь об укреплении, об укреплении внутреннего человека. И снова идет речь о Слове Божьем. И это Слово способно укреплять нас внутри, и оно нас укрепляет и еще ведет нас к вечной жизни, обещая нам наследие. 2 Петра 3, 17 написано, «Итак, вы, возлюбленные, будучи праведны о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься с заблуждениями, беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но, внимание, возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Снова идет речь о благодати. И интересно, что здесь нас вытягивают еще на другой уровень. Мы еще не совсем разобрались, что такое благодать, как она работает, как ею укрепляться, а здесь нам Писание говорит, в благодати возрастайте, развивайтесь. Вот то, что вы знаете о благодати, это хорошо, но есть уровень выше. Стремитесь к следующему левелу. Воу, так много написано о благодати? Оказывается, да, в Писании. И это все в нашу пользу, лишь бы мы поняли и научились этим пользоваться. Оказывается, в благодати можно расти и развиваться. И написано, что даже нужно развиваться. И нужно развиваться в познании Бога. Вы знаете, друзья, что многие верующие люди имеют определенное познание Бога и знание Библии. И это нам иногда мешает развиваться в благодати. Потому что мы где-то остановились, мы все знаем, мы все понимаем, библейские истории все знаем и Бога, в принципе, знаем. Но здесь написано, возрастайте, развивайтесь, это вот к верующим, со стажем обращение. Развивайтесь в познании Бога, то есть вы еще не все знаете. То есть вы еще не все познали и в Писании. И когда вы будете развиваться в познании Бога, в познании Его Слова, то у вас будет возрастать вот это действие благодати Божьей, которое и способно укреплять нас внутри. То есть здесь, друзья, идет речь о духовном росте, о духовном нашем развитии. И снова, если вы посмотрите на контекст, какой контекст этого отрывка из Писания, здесь снова идет речь о чем? О Писании. Чтобы не увлечься вам заблуждениями, чтобы не отпасть от своего утверждения. То есть снова идет речь о Писании, о Слове Божьем. То есть есть информация правильная, которая укрепляет, а есть, которая разрушает, опустошает. Снова контекст Слова Божия, как оно важно для нас. 1 Петра 2, 22 написано. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Это, друзья, уже слово снова «ко спасенным». Это уже которые уже спасены. Духовно возрожденные, но они еще младенцы. То есть люди духовно не совсем зрелые. И Писание учит, вам нужно любить это молоко, преобраз вот этого духовного питания, без которого никакой ребенок, никакой человек не выживет, не сможет расти, развиваться, наполняя свои мысли и свое сердце Словом Божьим. Это укрепляет внутри. А это легко проверить, друзья. Что мы кушаем тем и пахнем. Забыли, да? Просто сегодня утром не все покушали. Но что мы кушаем тем и пахнем. Поэтому, вот когда мы общаемся с людьми, когда мы где-то встречаемся, то не надо там сильно доказывать, да, я там Библию или читаю, или я Инстаграм не проверяю, там, там не надо ничего доказывать. С тобой просто надо пообщаться в некоторых таких ситуациях там, так, без предупреждения. И все, и все, и там просто все, 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 что накушался, все, все, и оно и выйдет. Поэтому, друзья, возрастать означает насыщаться Словом. И вопрос ко всем нам сегодня, как, есть ли у тебя, у меня духовное развитие, рост, приближение к Богу, возрастание в благодати, знаем ли мы, как укрепляться благодатью? Или мы перешли просто в формальное христианство, которое нам не мешает, но и не сильно, в принципе, и помогает, а боль остается болью. Четвертое место, четвертое, пункт на практике, как укрепляться благодатью. Итак, друзья, первое, понять значение и действие благодати. Второе, признать свою беспомощность и зависимость от Бога. Третье, питаться Словом Божьим. И четвертое, это проводить время в Его присутствии. Написано, друзья, в новом переводе, помните, мы с вами читали, как, когда написано «Укрепляйся благодатью», в одном из переводов сказано «Это работает в уединении со Христом». Помните, мы с вами читали? То есть, строй отношения с Богом. Евреям 4.16 написано «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Снова наша тема не меняется. Благодать. «Приступаем к с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать». Зачем? Для благовременной помощи. Новый перевод. «Мы вольны приблизиться к благодатному престолу Бога, чтобы получить благодать и обрести милосердия, которые помогут нам во время испытаний». Интересно, как это работает? Время в Божьем присутствии укрепляет человека внутри. ты можешь соглашаться, не соглашаться, верить, не верить. И я просто посланник, передаю Божье Слово, в которое я верю. И там написано, что эта благодать дана тебе самый главный вопрос. Зачем? Для помощи. Тебе. Для помощи. твоей боли. Тебе это нужно. Престол благодати, что это такое? Друзья, это не физическое место. Это наше умышленное обращение к Богу. Ты можешь это делать в любом месте. На севере, на юге, где бы ты ни жил, в каком стране или штате ты не находишься. Это твое обращение к Богу. Ты понимаешь, что Бог, у Него есть и сила, и милость. И ты к Нему обращаешься, к этому престолу благодати. Написано, мы можем приходить с дерзновением, то есть смело, без посредника. Раньше в Старом Завете нужен был посредник. Сегодня для нас людей мы можем напрямую иметь доступ к Богу. В этом тоже есть величайшее преимущество. Ты можешь приходить туда и проводить время в Его присутствии. То есть время наедине с Богом, когда ты где-то закрываешься, где-то прячешься, куда-то уходишь. Ты скажешь, у меня нету свободной комнаты, но у тебя есть бэкьярд, у тебя есть машина, у тебя есть гараж, у тебя есть даже разные варианты, куда ты можешь спрятаться. Если ты захочешь. Но там написано приступаем, вы вольны. То есть у вас есть выбор, туда идти или не идти. Туда прийти, это твой выбор. Туда прийти, это как прийти в спортзал. Для этого нужно усилие, выбор, время найти, приоритеты расставить. А потом, помните, а потом уже как мышцы растут. Дальше это уже не твоя забота. Ты уже не понимаешь в этой физике, биологии. Это уже Бог делает. Твоя главная роль это прийти туда и быть в Божьем присутствии. Когда человек, когда ты приходишь в это присутствие, то есть вот эти девоушиенс, вот это личное твое время с Богом, такое спокойное, когда ничего не шумит, не звенит телефон, или рано утром, или поздно вечером, в тишине, ты проводишь время с Богом. это тебя заряжает благодатью, это то, что утешает, это то, что работает, прямо на твою боль, укрепляет. Когда человек не проводит с Богом наедине, друзья, я думаю, вы сами свидетели, как иногда человек стает раздраженный, грубый, он переживает, он мечется, ему просто настолько такое паскудное состояние внутри. Но когда человек пребывает в благословенном собрании, конференции, проводит время с Богом, он заряжается миром, просто миром заряжается. И, друзья, вот это общение с Богом, оно настолько важно для нас, что, смотрите, если вы возьмете любое послание апостола Павла, там столько много важной информации, но многие послания он заканчивает, я вам приведу один пример, 2 коринфянам 13 13 благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами аминь точка вот это вывод, вот это итог всех посланий, все, что я вам до этого рассказывал, много я вам советовал, передавал вам вот этот дух Евангелия, как важно, как правильно христианам жить, а вот итог, но самое главное вам важно, вам надо благодать, у вас без этого ничего не получится, вам нужна благодать, а откуда ее брать, черпать, и общение Святого Духа, без этого общения названия просто звучат духовно, но на практике не дает эффекта, вот как важно общение Святого Духа, это вот благодать, которая укрепляет и действует на нас именно в его присутствии, поэтому, дорогой друг, если сегодня ты живешь с болью, я хочу пригласить тебя пользоваться этими методами, четыре пункта на экране, если можно показать, это то, что может тебе помочь с твоей болью, а ты по-любому ищешь какое-то лекарство, ты по-любому мечешься, дорогой друг, я приглашаю всех верующих, неверующих научиться укрепляться благодатью во Христе Иисусе, аминь, аминь,